Торнадо Энерджи 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 По нерфили вообще я работаю механик кумулятивов, по нерфили Альфу. Короче, Объект 268 на сегодняшний день является одним из самых сосновых ПТ-10. Хотя и обладает хорошим пробитием, но средней точностью, очень слабой мобильностью, особенно поворот на месте. Ну и броня у него совершенно номинальная. То есть она как бы есть, можно иногда что-то где-то как-то оттанчить, может быть отскочит какой-то снаряд. Но сказать, что этот танк может танковать, у меня просто-напросто язык не поворачивается. Еще раз говорю, особенно в городских картах, когда надо выезжать из-за угла или из-за какого-то укрытия, вы в первую очередь поставляете самые слабые свои места. Это катки, борта и под не очень выгодным углом так называемый свой щучий нос. Поэтому я считаю, что 268 вполне себе законно находится на самой последней позиции. Хоть когда-то этой ПТ-хаблаймбой. На 10-м же месте у нас тусуется Барсук, британская ПТ-шка, которая как раз-таки и пришла на смену FV215B183. Отличительные характеристики этой ПТ-хи это очень серьезное бронирование верхней части лба, слабенькое бронирование НЛД, так называемые, нижней лобовой детали, чудовищный ДПМ, относительно слабенькая альфа, относительно других ПТ-10 от 480 урона, ну скажем так, на фоне остальных по 750, которые в среднем выдают, смотрится достаточно смешно. Но, опять же говорю, просто чудовищный ДПМ. Посмотрите, меньше 7 секунд перезарядка. В ближнем бою может быть очень серьезным противником, если поставить на каток, а также если просто-напросто будет вас каждым выстрелом пробивать. Но, несмотря на то, что ПТ-ха является просто как номинально бронированный, все равно голдой, голдой по щекам, особенно в левую щеку, если смотреть сзади на ПТ-шку, и, соответственно, в правую, если смотреть спереди на ПТ-шку, голдой пробивается через раз, а то иногда и чаще. Поэтому уверенно танковать на нем не получается, кроме того, 1 третью всей лобовой проекции занимает НЛД, которая пробивается даже без голды. Поэтому ПТ-ха, как показала практика, лучше всего себя чувствует на дистанции. Для этого у него есть обзор, низкий профиль и хорошая лобовая броня. Бортовой брони нет, мобильности, подвижности нет, хоть и вращается ПТ-ха на месте неплохо. Заслуженные 10-е место, хоть и были намеки на то, что танк может стать им бой. На 9-м месте нашего топа находится Гриль, он же Курица. Он же Гриль-15, он же Курица-Гриль, называйте как хотите. Когда-то тоже дико имбовал за счет хорошей мобильности, отличной пушки с хорошим пробитием и неплохой маскировкой. После чего получил нерв, все еще остался с ярко выраженными своими сильными чертами, то есть хорошая мобильность, но уже не настолько хорошая, как раньше. Хорошая точная пушка, но уже не такая хорошая, как раньше. Неплохое пробитие, неплохие показатели маскировки, но полное отсутствие брони. Возможно, возможно. Я еще раз говорю, Гриль многие и на сегодняшний день считают очень интересной ПТ-хой. Практически в каждом бою, ну или хотя бы через бой его можно встретить. Его достаточно часто выкатывают и в прямых руках он способен показывать хорошие результаты. Но, но, в 2018 год разработчики объявили годом фугасных танков, а Гриль со своей, скажем так, фольгированной броней фугасы принимает только на раз. Поэтому его просто-напросто фугасники закошмарили, выдавили, ну и, в общем-то, популярность его упала, как и его боевые показатели. Он уже не вывозит такие же тонны урона, как раньше, и не влияет так же, как раньше, сильно на исходы боя. Но, тем не менее, машина хорошая, хоть и находится на девятом месте нашего топа. Как бы странно это ни звучало. На восьмом месте топа находится, опять же, новичок относительно нас в игре. Он пришел на замену фашу 155-му. Это фош Б. Б. Обладает барабаном с чудовищным ДПМом. Шесть снарядов. Практически 2500 урона он несет в своем барабане, которые могут реализоваться и забрать практически, опять же, любой танк 10-го уровня с одного барабана. При этом, относительно остальных ПТшек, самая маленькая альфа. Ну, нет, не самая маленькая. Одна ПТшка есть с еще более маленькой альфой. Тем не менее, вот вы подумайте, стоит на восьмом месте, а каким макаром тогда он является твоим любимцем? А по секрету скажу, мой любимец. Не знаю, может быть, потому что я его отыгрываю на фулл голде, потому что ББшки у него здесь обладают очень слабеньким бронепробитием. Да и броня лобовая у него чисто номинальная. Она, опять же, иногда что-то танкует и рикошетит, но обладает ярко выраженными слабыми зонами в виде дальномера, НЛД, а также борта, огромная крыша. В общем-то, привет фугасов борта, привет в крышу фугаса от артиллерии, привет точные танки, да и не точные танки, которые выцеливают дальномеры. Но тактика ворваться, раздать барабан, пока противник на перезарядке или сделал ошибку, или подставился бортом кормой, выкатился из-за угла катком, поймали на каток. Все это замечательно работает. В общем, мне ФОШ-Б очень нравится. Я на нем показываю хорошие результаты, неплохая подвижность. Что-то, еще раз говорю, может отлететь в сторону при танковании, но, тем не менее, статистика дело такое. Восьмое место и не самая это имбовая машина с ИПТ-10. Хотя, если у вас есть неограниченное количество ресурсов, чтобы покупать голду, вам он обязательно понравится. Переходим к следующей машине. Седьмое место и тут у нас еще один красотуль и мой любимчик. Это Як-Панзер Е100. Немецкая ПТ-шка, как вы понимаете, опять же, десятого уровня. Огромный сарай, просто огромный сарай. В ЛД не пробивается даже голдой. Рубка 250 мм под небольшим уклоном. В топе можно даже танкануть, если вас голду не зарядят. Десятки пробивают зачастую в рубку даже без голды. Точные десятки могут выцелить, а вы можете увидеть, когда в аркадном режиме, маленькую башенку на задней части этой ПТ-хи. НЛД здоровый и пробивается без голды, начиная с девяток без проблем. Даже когда ПТ-ха пытается ромбовать. Несмотря на то, что это тяжело бронированная ПТ-шка, про броню здесь можно только шутить. Хотя мне удавалось в некоторых боях неплохо так на ней потанчить, и эта броня позволяет, знаете что, врываться на противника, то есть выезжать, принимать непробитие, танковать как-то, но зачастую это заканчивается уходом в ангар. То есть как повезет. Но! Хоть здесь и игрок играет в данном реплее от дистанции, я, например, не люблю на этой ПТ-шке играть от дистанции. Потому что пушка косовато перезаряжается долго. Мне нравятся средние близкие дистанции, так сказать, визуальный контакт с противником, когда мы друг друга видим. И он понимает, что сейчас в него влетит 1050 среднего урона. Самые, скажем так, неуверенные в себе или желающие показать хорошие результаты также могут зарядить здесь голду, который, ну, вместо ББшек обладает чудовищным бронепробитием, самым высоким бронепробитием в игре из всех возможных, 420 мм кумулятив, который прожигает практически любой ромб. Я сказал практически, потому что некоторые ромбы, ну, даже с тысячей пробития пробить будет нельзя. И это называется правильный ромб. Короче, Яго очень люблю. Яго это тот танк, на котором практически каждый выстрел у тебя сопровождается с криком, с кидыщ и уроном больше тысячи, если, конечно, противник нешотный или альфа у вас прям уж совсем плохо не прошла. Короче, Яго это танк для души, мне он очень нравится, но по статистике не очень-то и тащит, поэтому занимает всего лишь в нашем рейтинге седьмую строчку. Ну, блин, наверное, один из самых моих любимых ПТ-10. Ну, что называется танк для души. Ладно, идем дальше. И здесь, на шестое место, у нас, ребят, с вами внезапно влетает, скажем так, статистический аутсайдер. Многие даже вообще забывают, что эта ПТ-шка у нас в игре существует, потому что ветка вообще не популярная. Это китайская ПТ-10 ВЗ-113ГФТ. Многие сравнивают ее с 268-м, говорят, что 268-й лучше, потому что 268-й меньше, обладает более рациональными углами там своего щучьего носа, пушка у них плюс-минус одинаковая, такая же 750 альфы, даже по пробитию что-то похожее, да и по точности. Да-да, даже по подвижности. Вот 113ГФТ будет проигрывать 268-му. А когда разговор заходит про броню, у 113ГФТ реально очень хорошая лобовая броня, которую все равно коммунитивами пробивают, и, как я уже говорил про некоторые другие танки, одна треть НЛД – это картон, который пробивается без проблем, даже без голды. То есть верхняя часть рубки хорошо бронирована, и может даже голду вытанковать. Маска хорошо танкует, она занимает пол лица. Он, скорее, знаете, похож не на 268-го, а на разжиревшего объекта 704-го. Вот примерно так же он и танкует, и играется, медлительный, плохо поворачивает. Но мне он нравится, ребят, вот серьезно, мне он нравится, у меня на нем хорошие показатели выходят. Возможно, это связано с тем, что ПТ-шку плохо знают, и просто-напросто большинство игроков не знают, как с ней бороться, пытаются стрелять, как по привычке на автоприцеле, в того же 704-го, 268-го и другие. Но тут уже включается броня. Короче, рекомендую, если вы не знаете, что прокачать, прокачайте себе китайца, он клевый. Если хотите прям вот, прям вот суперского нагиба, остановитесь на девятом уровне, десятку не берите, но все-таки рейтинг у нас ПТ-10, поэтому идем дальше. Пятое место у нас Мистер Нагибатор 3000 или Т110Е4. Это американская ПТ-шка, есть у нее еще брат-болезнец, но о нем мы поговорим чуть позже, как вы догадались, он выше стоит по уровню, точнее, по популярности, по нагибучести и так далее. По сути, раньше я не любил Е4-го, я вам честно скажу, что называется положа руку на сердце. Потому что встречаю эту ПТ-ху в рандоме, я ее спокойно пробивал в полукруглый НЛД, там практически негде танкануть, а если он прятал НЛД, то спокойненько выцеливал ему щеки, там такая же проблема, как у Мауса, щеки пробиваются даже не голдой, а голдой так и вообще на вылет, и пробивается вот эта вот огромная шишка сверху стоящая, вот эта торчащая стоящая, пулеметная шишка, торчащая у ПТ-хи сверху. Но у ПТ-хи есть очень хорошие козыри. Во-первых, у нее шикарная голда, неплохая точность, неплохое время перезарядки, 750 альфы, ну, скажем так, более-менее адекватный обзор, хотя обзор у ПТ-шек это не самое главное, но тем не менее, для некоторых это в жизненно важные показатели. Е4 к ним, кстати, не относится. Короче, башня здесь поворачивается, пусть и не на 360 градусов, но по 180 градусов она поворачивается, точнее, на 180. И, по сути, эту ПТ-ху можно отыгрывать как такой слоу-пок-тяж. Даже можно иногда ромбиком танковать, там, и так далее, и тому подобное. Такой переходной момент, если вы большой любитель тяжелых танков и хотите пересесть на ПТ-шки, это вот для вас будет вообще идеальный вариант. Вы прочувствуете и тот, и другой геймплей на 100%. С пятым местом закончили, переходим к четвертому. В свое время, ребята, я прокачал и Е3, и Е4. Ну, кстати, Е3 у нас на четвертом месте. И, купив Е3, я долгое время не покупал Е4, потому что мне всегда нужна конкретика. То есть, мне не нужны полумеры. Я, если хочу тяжи, я возьму тяжи. Если я хочу ПТ-шку, я хочу ПТ-шку. Мне не нужен был Е4. Как я ошибался, Е4, на самом деле, может быть, из-за этого я его три года и не покупал, как прокачал. Но сейчас я купил Е4, я от него обалдею. Но Е3 тоже один из моих любимцев. Это самый слуопочный, наверное, ПТ-10 из всех, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Он реально медленный. Это продолжитель традиций Т95. Он плохо вертится, он плохо едет, но у него есть шикарная броня. Правда, не против фугасов, но тем не менее. У него не пробиваются щеки, как у Е4, у Е3 щеки не пробиваются. У него даже голдой, голдой, вот этот лючок на башне пробивается не раз через раз, а один раз через два. Ну, если это, конечно, не голда ПТ-10, ПТ-10 будут, я думаю, стабильно пробивать, и то, ну, все равно, я бы сказал, раз через раз. Короче, ПТ-х, если встанет лбом, и его не будут кошмарить фугасами, и не будет накидывать арта, при этом НЛД он свое скроет, которое, кстати, НЛД тоже может танкануть центральной частью, пробивается только частями ближе к каткам, стабильно. Короче, ПТ может наваливать некисло. Добавьте сюда 750 альфы, относительно более быструю, кстати, чем у Е4 перезарядку, и вы получите просто идеальную ПТ для затыкания направления. Продавливать ему тяжело, в чистом поле ему тяжело, но если он укрылся от арты, если он затынул какое-то направление, его не могут противники объехать, короче, это хороший повод настрелять. Так что, вполне себе заслуженное четвертое место, и я, кстати, рад, что он так высоко забрался, потому что я думал, у нас слуопочные ПТшки не в фаворе, а не в фаворе. Ну, а на третьем месте у нас тусит СТРВ-103Б. Это шведская ПТшка 10 уровня, с механизмом осадного режима. Ну, я не буду вам рассказать, что такое осадный режим, в общем-то, это тихий убийца из инвиза. Ставите маск-сеть, ставите стереотрубу, отъезжаете на картах, занимайте позицию подальше, играете либо от своего подсвета, от кустов, потому что у вас обзор чудовищный, да, со стереотрубой, стоя на месте. Отличная маскировка с маск-сетью, еще и своя маскировка шикарная, плюс добавь сюда перкина маскировка, добавь сюда камуфляжи. Короче, невидимый убийца. Пробитие одно из самых, не, ну, тут не самое лучшее пробитие, здесь хорошее, адекватное пробитие. Самая маленькая альфа на 10 уровне, зато неплохой высокий ДПМ, меньше 6 секунд, как вы видите, перезарядка. Конечно, ДПМом с Барсуком помериться не может, но с учетом того, что в него в обраточку не летит, в принципе, играется хорошо. Я, на самом деле, удивлен, что он занимает третью позицию. Я думал, он будет гораздо ниже, потому что ПТХ очень карто-зависимая, думал я, потому что, ну, у нас много карт, где можно играть только на ближней дистанции, то есть, по сути, эта ПТХ будет светиться. Ну, или полбоя будет стоять у красной линии и ждать, когда все союзники погибнут, а потом сделает пару выстрелов, все равно засветится и идет в ангар. Но нет. Многие на этой ПТшке даже выполняют ЛБЗ на танкование, и все это, там всего 40 миллиметров, как там можно танковать? Нет, вот противокумулятивный противофугасный экран, чудовищные углы, и вот вы уже танкуете любой калибр до 120 миллиметров без проблем. Крупнокалиберные, там всякие. Яги, все, что, короче, ИС-7, да, все это пробивается без проблем. Но всех остальных можно танковать. Так что, наматывайте на ус, если хотите такого секретного, скрытного геймплея, 103Б, просто шикарная ПТХ, и статистика это подтверждает. На втором месте, ребят, у нас Объект 268, вариант 4. Абсолютный новичок в нашем топе, я так полагаю, потому что эта ПТХа начала 2017 года, успела полгодика поимбовать, понагибать, покошмарить рандомчик. Потом через полгода была немного понерфлена, уже потеряла так свою актуальность, но, как вы видите, не потеряла свою нагибучесть. Многие до сих пор ее катают. Эта ПТХа обладает высокой мобильностью на уровне гриля 15, но при этом, в отличие от того же гриля 15, шикарной броней. Рубка практически не пробивается, ВЛД пробивается, если вы высокий танк или ПТХа подставляет ее под невыгодным углом. НЛД бьется голдой и то через раз. Борта, если танковать не пробиваются, под прямым углом бьется любыми танками, начиная с 8. Обладает средним по показателям орудием, то есть оно косоватое, оно долго сводится, но зато 650 по-мо-альфа там, да? На средней и ближней дистанции из них плохо все реализуются. ПТХа для врыва, ее не просто так называют ПТ ОМОН, она врывается и раздает в щи. Больше мне в принципе добавить нечего, очень динамичный и бодрый геймплей, всем советую, всем рекомендую и прокачивайте, тем более это советский танк, а танки СССР в игре мир танков должны всех нагибать. Согласны со мной? Ну, поставьте лайк, что ли. Переходим к первому месту. Вот поднимите руку, кто из вас сомневался, что на первом месте может не быть В-4005 стейдж-2 британская бабаха. Ну, поднимите руку, кто думал, что какая-то другая ПТХа лучше на сегодняшний день в нашей игре. Хэш-фугасы с пробитием и альфой 1750. Хорошая точность, как для орудия в 183 мм. Шикарная мобильность, как для скворечника размером с двухэтажный дом. До отсутствия брони. Пашка у нее, как так называемый скворечник, вообще имеет броню. Ну, мне кажется, фольга пищевая обладает толщей, большей сдерживающей способностью к снарядам, чем эта броня. Ну, это все в рамках нашей игры, конечно же. Поэтому фугасы прилетают только в путь. В неумелых руках эта ПТХа может прожить, ну, в лучшем случае один выстрел, в некоторых случаях даже один выстрел не успевает дать, и уж тем более дать его с пробитием, да, уходят в ангар, 650 урона нанесут каким-нибудь там фугасиком, и все. Но в умелых руках, если играть от укрытия, если играть от маскировки, если играть из-за спин своих более тяжело бронированных союзников, дожидаться пока противник банально тупо разрядится, чтобы выйти, спокойненько свестись, смотреть, как он на вас грустными глазками смотрит, пытается что-то танковуть, танковуть, танкануть. Но он понимает, что он Леопард-1, и танковать у него не получится, и получает просто-напросто обычно на 1750 средухи, плюс еще с поджогом и критом половины внутренних модулей, в том числе и членов экипажа. Короче, страшное орудие, фугасное. И как я уже и сказал, фугасы в нашей игре 2018 год это World of Fugast. И что немаловажно, ребят, в отличие от тайпов пяток всяких тяжелобронированных, тяжей. ФВшка, ну, хоть она и ПТ, да, но у тайпов либо фугас, либо фугас. А здесь можно взять и фугасы, и бронебойные. Причем у бронебойных самая высокая альфа 1150. Но, честно скажу, их в основном возят по остаточному принципу, из разряда что-то типа на всякий случай вдруг надо будет прям гарантированно пробить какую-нибудь цель с плюс-минус 900 хп. Потому что фугас может и не пробить. А вот ББшка здесь опять же самое высокое пробитие у ББшек. Вот такой вот он мой рейтинг получился, ребят. Это не значит, что ПТ-хи именно у вас будут нагибать ровно так же, как и в этом рейтинге. Это все на основе огромного количества боев, огромного количества статистики все собрано. Но, тем не менее, это показатели. Показатели того, что сейчас в нашей игре актуально, что нагибает. И если вы освоите эти машины, освоите их в сильные и слабые стороны, вы будете нагибать. Будете слабыми сторонами отыгрывать. Ну, я думаю, тут несложно догадаться, что в этом случае вы будете просаживать статистику на этих машинах. И, возможно, разработчики захотят их после этого апнуть. Ну, это я уже так шуткую. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте оценивать видос лайком или дизлайком, подписываться на канал. И до скорых встреч.